Здравствуйте! Сегодняшний выпуск будет посвящен проекту ТУТ-360. Этот проект разрабатывался в 80-е годы в СССР. Предполагалось создать самолет, имеющий крейсерскую скорость около 6 махов на высоте около 30 тысяч метров. Проектом занималось, как можно догадаться из названия, ОКБ Туполева. Все, хоть кто немного знаком с авиацией, понимают, что скорость в 6 махов – это гиперзвук, и это почти вдвое быстрее максимальной скорости самолета СР-71. Силовая установка самолета ТУ-360 не могла быть основана на использовавшихся тогда в авиации в турбореактивных двигателях или двигателях с комбинированным циклом. Сейчас каждый желающий может ознакомиться с принципом работы сверхзвукового прямоточного двигателя. Сверхзвуковой – это не потому, что самолет с таким двигателем летает со сверхзвуковыми скоростями, а потому что движение воздуха и топливно-воздушной смеси в таком двигателе происходит со сверхзвуковой скоростью. На том же СР-71 в составе комбинированного двигателя имеется дозвуковой прямоточный двигатель. То есть при сверхзвуковой скорости полета самолета набегающий воздушный поток тормозится и сжимается, так что в камере сгорания скорость потока дозвуковая. Двигатель при этом имеет цилиндрическую форму, ну или представляет собой тело вращения, то есть сечение круглое. А вот у сверхзвукового прямоточного двигателя сечение может быть и прямоугольным, и он может быть разделен на несколько ячеек. А продольное сечение канала воздухозаборника и камеры сгорания определяется формой и расположением ударных волн, которые выполняют полезную функцию – сжатие набегающего потока. Но также они могут нести нежелательные последствия. Все зависит от параметров полета. Скорость и высота меняются. Это ведь на стенде только можно выбрать желаемую скорость и давление набегающего потока. Поэтому есть некоторые конструктивные особенности для гашения нежелательных фронтов уплотнения. Но в целом двигатель выглядит как сварная коробчатая конструкция из тугоплавких сплавов. Такая двигательная установка использовалась на экспериментальном аппарате X-43. Трудно говорить, предполагалась ли такая двигательная установка на ТУТ-360, или предполагалось использовать камеры сгорания круглого сечения. К тому же сейчас в литературе и интернете можно найти две основные схемы компоновки турбореактивных и прямоточных двигателей. Первая – это, если так можно сказать, коаксиальная схема. То есть оба двигателя расположены на одной оси. При этом турбореактивный двигатель может помещаться внутрь тракта уплотнения воздуха для прямоточного двигателя. Такая компоновка применена на SR-71. Вторая и более современная схема – двигатели расположены один над другим, а переключение воздушного потока с одного на другой двигатель происходит механическими устройствами, совместно с переключением сопла с одного двигателя на другой. В любом случае известно, что предполагалось использование отдельных турбореактивных двигателей, работающих на керосине, и прямоточных двигателей, работающих на жидком водороде. Жидкий водород – это топливо, имеющее как свои достоинства, так и недостатки. Например, теплота сгорания жидкого водорода – 120 МГж на килограмм, а у керосина – всего 44 МГж на килограмм. Но литр жидкого водорода весит 70 грамм, против 1000 грамм у воды и 810 граммов для керосина. То есть, чтобы получить 100 МГж, надо 11 литров жидкого водорода, или 2,8 литра керосина. Соотношение не в пользу жидкого водорода. Но зато жидкий водород перед подачей в камеру сгорания может испариться и превратиться в газ, и сгорать быстро. Настолько быстро, что при сверхзвуковой скорости горения зона сгорания будет таких размеров, что это не наложит дополнительных требований на размеры двигателя. А вот керосин распыляется, и размеры зоны горения определяются размерами частиц этой аэрозоли. Следующий параметр. Жидкий водород – это криогенное топливо. Точка кипения около 20 К. Это минус 253 градуса по Цельсию. Соответственно, нужно высокотехнологичное хранилище топлива и теплоизоляция самолета. Размеры самолета, точнее его фюзеляжа, были нехарактерны для бомбардировщиков, летающих на керосине. Диаметр фюзеляжа 8 метров. Длина около 100 метров. Но при этом удельный вес самолета в целом был довольно мал, из-за низкой плотности жидкого водорода. Насчет производства жидкого водорода как топлива, в СССР его производство значительно возросло с развитием программы «Энергия Буран». Соответственно, выработка жидкого водорода до этого была незначительна. На одну ракету «Энергия» приходилось 2000 тонн горючего и окислителя. Если это водород и кислород соответственно, то при соотношении 1 к 8 будет 222 тонны жидкого водорода. А по имеющимся данным, полный запас топлива для самолета Ту-360 составлял 106 тонн. В общем, на два полета этого самолета уходило бы жидкого водорода, как на пуск ракеты. Но был вариант с заменой жидкого водорода на жидкий природный газ метан, а с ним проще. В частности, с его получением. Самолет планировалось сделать с расчетом на полезную нагрузку в 10 тонн. Это очень мало в сравнении со взлетной массой самолета. Но зато есть преимущество в скорости и дальность 15 тысяч километров. Это могло сделать самолет серьезной угрозой для авианесущих группировок США. По имеющимся данным, проект предусматривал размещение вооружения внутри фюзеляра. Но это вызывает ряд вопросов. Например, как открывать люк и производить бомбометание или сброс и запуск ракет на крейсерской скорости в 5-6 махов. Возможным, внешние подвески имели бы свои преимущества. Радионезаметности они не прибавляют. Но о какой радионезаметности можно говорить для самолета длиной около 100 метров и излучающего в инфракрасном диапазоне, как небольшая космическая ракета. Насчет самого вооружения тоже мало что известно. Я сразу говорю, мы рассматриваем проект 80-х годов, а не занимаемся пропагандой и вымыслами про чудо-оружие. Так вот, про вооружение мало что известно. Это могли быть и планирующие бомбы, и крылатые ракеты Х-90. Эти крылатые ракеты испытывались в начале 80-х. Затем проект Х-90 был закрыт. В российской прессе опытные образцы упоминались как ГЭЛА – гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат. Также в начале 2000-х система ГЭЛА упоминалась как новейшая российская разработка. А симметричный или симметричный ответ США на их, ну, сейчас трудно уже сказать на что именно, но мне удалось найти вот такие упоминания. Так что кто давно увлекается авиацией или военной техникой, с тех времен, когда интернет был далеко не у каждого, может помнить эти материалы в газетах или упоминания в других средствах массовой информации. Экипаж предусматривался из двух человек. По всей видимости, экипаж располагался в катапультируемой кабине, как на космических ракетах. Там имеется выступающая вперед штанга с твердотопливными двигателями, вносящими корабль на несколько километров вперед, ну или вверх, если происходит нештатная ситуация на старте или начальном этапе полета. Трудно судить, какие материалы предполагалось использовать для конструкции фюзеляжа – композитные материалы или металлические сплавы. Все определялось уровнем развития промышленности СССР в 80-х годах. Портовые системы и системы наведения оружия – отдельная тема. Как известно, аппарат, двигающийся с гиперзвуковой скоростью, окружен плазменным образованием, а плазма препятствует радиосвязи и радиолокации. Это касается как самолета, так и вооружения. Ну, во-первых, плотность плазмы зависит от плотности окружающего воздуха, то есть, если самолет сделает горку и вылетит на высоту 70 километров, то плотность окружающей плазмы снизится. Но для тяжелого бомбардировщика это не вариант. Правда, скорость позволяет. Экспериментальные американские аппараты X-15 поднимались на такие высоты, имея скорость полета на начальных участках около 5-6 махов. Есть другой вариант связи с аппаратом, окруженным плазменным коконом. Плазма имеет участки прозрачности. Ну, во-первых, это видимый свет при низкой плотности плазмы. Но это также могут быть ультрафиолетовые или рентгеновское излучение. То есть, нужны рентгеновские или ультрафиолетовые лазеры и приемники, и таких габаритов, чтобы уместить их на борту аппаратов, в том числе и космических, которые будут, например, служить ретрансляторами. Для полноценного использования таких систем оружия, как гиперзвуковой самолет и ракеты, которые он несет, нужны спутниковые системы и группировки. Это и навигация, и обеспечение данными о целях. В 80-е годы СССР имел спутниковую группировку радиолокационных станций на орбите, позволявших наводить ракеты «Гранит» на морские цели, находящиеся за тысячу километров от места пуска. Позже, когда орбитальная группировка отслужила свой срок, ракеты остались, но их характеристики стали скромнее. В настоящее время не сообщается о каких-либо проектах, хотя бы отдаленно приближающихся к Ту-360, как в России, так и в США. Помимо этого проекта в СССР в 80-х годах были и другие проекты гиперзвуковых самолетов, в частности проект Ту-230 и проект МИГ-301-321. Также смотрите видео про загадочный самолет АТН-51. СССР в 80-х годах «Гранит» Продолжение следует...